Итак, мы с вами находимся в книге «Деяний» в 14 главе. У нас было только что короткое собрание по поводу конвенции, которую мы перенесли на август. Мы обсуждали различные дела и аспекты этой конвенции. Вероятно, все ограничения по путешествиям будут сняты, и смогут люди приехать, и мы проведем полную программу конвенции. Итак, мы начинаем читать 14 глава «Деяния» 1 стих. Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы вы взяли листочек бумаги и набрасывали эти географические места. Мы написали карту Ближнего Востока, затем Малой Асии, где сейчас находится Турция, а также и Грецию, чтобы можно было идентифицировать те местности, о которых мы говорим. Это первое путешествие апостола Павла. Оно объемное по расстояниям. Это тысяча километров по земле и 800 километров по морю. Когда путешествие начиналось, они выехали из Антиохии в Аркадийск. И это было Барнабас и Саул. Но когда путешествие начиналось, что настоящая правительство там – Саул, который сейчас использует название Павла. Когда путешествие начиналось, они выехали из Антиохии в Арнаба и из Саул. И через некоторое время обнаружилось, что Саул является настоящим лидером, с чем был согласен Варнаба. И с тех пор его имя стало Павел. Мне бы хотелось остановиться на духовной жизни. Какова истинная ценность мужчины или женщины? Когда имеется духовная зрелость и возрастание, то это и создает наш характер. И я понимаю, что некоторые люди, начиная служение, подходят к Нему, со своим эго. И Господь разбирается с этим. И Он все больше устанавливает свой характер. Саул. И это естественно случается, что случается в жизни в Саул и Барнабасе. И это, как мы, как мы, как мы должны, чтобы мы возрастать, когда мы идем в Москве, мы будем на работу в Саул. Глядя на эти две персонали, Варнаву и Савла Павла, мы обнаруживаем, что это практически то, что Бог нам показывает, как модель для повторения поведения, выстраивания характера, и когда мы с вами едем в миссию, то мы несем туда именно характер Христа и служение Христа, а не себя самих. Позвольте я вам проиллюстрирую, что я хочу сказать. И если бы я жил в доме, и вот у меня на кухне был какой-то мусор, и я бы его просто в подвал сбросил, да и все. И то же самое было бы и с другими видами мусора, и газеты старые, и журналы, и так далее, я бы туда же отправил. Через некоторое время все это стало бы отдавать запашком. Это может стать иллюстрацией того, как некоторые люди живут. И получается так, что из-за их греховной природы, эгоистичности, они забрасывают и забрасывают все это в подвал. И в конце концов, это имеет свои последствия. Они могут думать, что ну как-то это само собой рассосется. Что это пропадет само собой, потому что я об этом не разговариваю, не думаю, не возвращаюсь к этому, но пропадет. Нет, на самом деле это не пропадает. И когда мы служим Богу, мы не можем служить Богу, имея мусор в подвале своей души. Иисус сказал об этом таким образом, если вы не отвергнете себя и не возьмете крест, то вы не сможете следовать за Мною. И когда я беру мой крест, то Божий ответ для меня. Иисус сказал об этом, что это чистый дом. И таким образом вы становитесь способными являть Христа на миссионерском поле. Но как я могу свидетельствовать о Христе где-то на миссионерском поле, если я это не могу сделать у себя в своем родном городе, в своей церкви? И причина, почему люди не могут расправиться с этими проблемами. Потому что вместо того, чтобы отдать это кресту и принести на крест, они просто отвергают это. Что они не думают и так далее. И это остается. И это вот такая очень важная страница. Первый стих. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. И это должно было быть очень ободряющим. Когда Павел писал свое послание к фессалоникейцам, он сказал, «Вы помните, как мы пришли к вам и как мы проповедовали вам, с какой силой, что вы от идолов повернулись к Богу». И это очень волнует, когда вы видите, что такое происходит. Вы можете себе представить, что большое количество людей, которые веровали во всяких идолов, отворачиваются от этого и приходят к Христу. Да, они верят в Иисуса, и они взволнованы этим. Второй стих. Они верующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Что они говорили о них? Здесь не говорится об этом. Но давайте представим некоторые вещи, которые они могли сказать. И они могли сказать, «Да, этот парень Павел, он обманщик». Варнава. Никто в Иерусалиме не говорит об этих людях. Они какие-то сумасшедшие. И это секта. И очень странно. Они просто охотятся за вашими деньгами. Они лицемеры. Подальше от них стойте. Это и происходило. Они отравляли умы людей и настраивали их против них. Или же это какой-то культ из Америки. Какое-то странное учение. Они охотятся за вашими деньгами. Они хотят что-то от вас получить. Третий стих. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени. Возможно, такова и наша стратегия. Мы остаемся длительное время. Они говорят лжи о нас. А мы просто там остаемся длительное время. И вскоре люди понимают. Кто мы такие. Почему мы делаем то, что мы делаем? Потому что если кто-то бросает что-то в подвал своей души постоянно, то через некоторое время идет дурной запашок. И то, что казалось внутри спрятано, выходит наружу. Но когда у нас чисто в нашем внутреннем мире и живет Христос, то мы тогда, независимо от времени, являем одно и то же. Мы являем Христа. Третий стих. И они там пробыли довольно времени, смело действуя о Господе. И эта смелость, она исходит из здравия вашего личного характера. Это происходит от Святого Духа. Вы здравы. В книге-притче говорится, что праведник, он смел, как лев. А нечестивый бежит, когда никто его и не преследует. Возможно, что это притча 28, первый стих. И здесь продолжается действие о Господе, который во свидетельству Словы благодати Своей. И здесь мы говорим о благодати. Они проповедовали и обучали благодати. И творили руками их знамения и чудеса. Итак, здесь появляются чудеса. Когда идет период возрождения в той или иной местности, то наблюдается и то, что Бог творит там чудеса. Четвертый стих. Между тем, народ в городе разделился. И одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Псалом 120, 6. Когда я говорю, то я за проповедь мира, но они за войну. Когда мы чисты во Христе, и мы говорим и являем Христа, то там есть покой, есть мир. Но те, кто противятся, они восстают, и это попытка сразиться. Такое произошло между Каином и Авелем. Такое произошло между Исмаилом и Исааком. Между Исавом и Яковом. Такое происходит даже и среди нас. У одного брата проблемы с плотью. Он забрасывает это все в подвал, думает, что это отступит, уйдет. И он все время защищает себя. Всегда сердитый. Всегда какие-то проблемы. И Павел и Варнава, они как раз такие люди, люди Духа Святого, покоя. И когда их Слово принимается, там мир. Но когда отвергается, то идет раскол. Четвертый стих. Между тем, народ в городе разделился. Между прочим, разделение – это неплохо. Первое послание Коринфянам, 11 глава, говорится, «При разделениях мы обнаруживаем, что те, которые, казалось, были с нами, оказывается, что они не с нами». И интересно, что происходит в мире, все думают, что, ну вот, мы глобально все вместе. Но в Божьем уме имеется разделение. В Евангелии от Матфея в 10 главе Иисус говорит, «Я не пришел для того, чтобы принести мир, но я пришел, чтобы принести меч и разделить». И я думаю, что разделение проходит по линии креста. Иисус говорит, «Я не прилив, чтобы принести чок, а герой, как и смех, и я пойду на крест, я купил и не vorbei, и ущем creating, если я опять стоять, и убежи, и беру это в효, в конце концов, то это будет что-то подобие. Так, что это есть, это, И я имею в виду следующее. Если у вас есть что-то нечистое, нехорошее, и вы приносите это к кресту, вы прощены и идете в свет. Если же имеется эгоистичность, и вы пытаетесь как-то там уладить эти дела, забрасываете побольше в подвал, то свидетельство будет совершенно другого характера. Четвертый стих, между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями? Они, узнав об этом, удалились в ликоонские города Листру и Дервию и в окрестности их. И оказалось, что они вышли еще на большее количество мест и проповедовали там, и еще больше было плода. В Листре, восьмой стих, в Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. И это чудо, оно похоже на то, что произвел Петр в Деяниях в Третьей главе. Есть определенная похожая характеристика, потому что этот человек также никогда не ходил. Он слушал Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления. Итак, то, что происходило, когда Павел посмотрел на этого человека, он увидел, что ему Господь показывал, что этот человек, он готов для того, чтобы быть исцеленным. И сказал громким голосом Павел, Это похоже на то, как говорил Петр в Деяниях в Третьей главе. Он точно так же громким голосом сказал тому человеку. И он сказал ему, встань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. То же самое произошло и с Петром. И возможно, Бог желает сказать, что Павел был такой же великий апостол, как и великим апостолом был Петр. На следующей неделе мы с вами начнем с одиннадцатого стиха. Спасибо большое. Спасибо, Пастор.